Новые требования для автомобильных регистраторов, благодаря которым записи можно будет использовать в суде, разрабатывает Росстандарт. Это должно сделать законодательную базу для автомобилистов более четкой. Сегодня некоторые правозащитные организации используют записи регистраторов, чтобы привлечь к ответственности дорожных хамов. Но чтобы призвать к ответу явного нарушителя, одной видеозаписи пока недостаточно. С подробностями Альберт Корцаев. Мазана Киштыкова можно назвать ответственным автолюбителем. Правила дорожного движения старается не обходить, а с точностью выполнять. Даже детских рейсел в его машине обычно два, говорит, горький опыт вынуждает. Видеофиксатор тоже поставил в машине по необходимости. Были моменты такие неприятные. Но, слава богу, я просто это сохранил как бы на память, но не пришлось применить нигде, потому что ничего не случилось вовремя. И торможение было вовремя, и реакция была вовремя. А вот как раз и те самые кадры. Солнце, улица, тепло и... Мы решили провести небольшое исследование, понаблюдать за поведением пешеходов и автолюбителей на углу Ленина Лермонтова в Нальчике. Место выбрали не случайно. Здесь нет светофора, но есть зебра. Ждать долго не пришлось. Первые же пешеходы начали создавать аварийные ситуации. На этот раз все обошлось беспроисшественно. В случае ДТП доказать, кто право, кто виноват, водителю поможет как раз видеофиксатор. Его показания можно предъявить в суде. Их наличие сотрудник ДПС обязан внести в протокол. В какой модели был видеофиксатор? И, значит, если отказывается сотрудник ДПС, то при свидетелях нужно, значит, составить документ о том, что данную информацию инспектор не хочет вносить в протокол об административном правонарушении. При этом на приборе обязательно должны быть настроены время и дата. Однако, чтобы привлечь к ответственности нарушителя, пока что одной видеозаписи недостаточно. Это лишь дополнительное доказательство, поэтому Росстандарт сейчас разрабатывает новые требования для авторегистраторов, чтобы их показания ни у кого не вызывали сомнений. В Кабардино-Балкарии получить сертификат на них в соответствии с федеральным законом попросту негде. Республиканский центр стандартизации подобную экспертизу не проводит. Это устройство видеозаписывающее, не является средством измерений, но, естественно, это не наша область деятельности. Мы занимаемся средствами измерений, поверкой средств измерений. Средством измерения является, например, измеритель скорости. Тем не менее, что видеофиксатор – вещь полезная, могут подтвердить все, у кого он есть. В случае незначительных нарушений по нему можно прямо на месте детально разобрать все нюансы происшествия. Изменится ли ситуация на дорогах с принятием новых требования к камерам, пока не ясно. Но сама идея окончательно узаконить показания этих приборов эксперты признают своей временной. Альберт Кальцаев, Азамат Табуха, Вести Кабардино-Балкария.